Какой будет жизнь после санкции и для чего нужно укреплять связи между городами-побратимами? Об этом говорили участники Международного форума «Политические решения и устойчивое развитие территории», организаторами которого выступили мэрия областного центра и Волгоградская городская дума. Такой масштабный форум впервые проходит в Волгограде и собрал больше сотни участников из семи стран. Вечный огонь, как сила, способная плавить любой политический лед. Впрочем, в этот раз цветы к нему возложили давние партнеры Волгограда. Представители муниципалитетов Великобритании, Китая, Германии, Чехии, Болгарии и Казахстана. Решать глобальные проблемы вполне могут большие и не очень города. Если, конечно, навести между ними прочные мосты. Об этом в основном говорили участники форума. В Волгоград съехались больше сотни делегатов. Первый вереницей городов-побратимов – английский Ковентри, с которым Сталинград породнился еще 70 лет назад. У них общее военное прошлое, но есть что обсудить и на будущее. Безусловно, политика важна, но пусть политика будет для политиков, а мы будем обсуждать культуру, экономику, социальные аспекты для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Немецкий Кёльн, конечно, был на другой стороне в годы войны, но тоже почти сравнялся с землей, восстановился и теперь ратует за укрепление отношений с Волгоградом. Развивать их поможет сотрудничество школ и вузов, считают представители Кёльна. Очень важна работа в образовательных учреждениях. Чем больше и чем активнее проходит совместная работа между студентами и школьниками, тем проще наладить эти совместные связи и проще понять, что мы партнеры. В контексте сегодняшних настроений в мире слова про партнерство – вовсе не формальная вежливость, а ценный ориентир, уверен представитель парламентской ассамблеи Совета Европы. Когда ситуация в мире складывается такая, как сейчас, есть много уровней, на которых люди могут работать друг с другом. Первый уровень – это личные связи между людьми и между городами. Этим мы занимаемся сейчас. Это связи между молодежью, между людьми искусства, культуры, науки. Россия была и остается частью Европы, говорили докладчики. А потому политика санкций тупиковая. Она бьет не только по России, но и по всему Евросоюзу. А значит, подрывает безопасность многих стран. Эта политика санкций пойдет на нет, провалится. И что, по крайней мере, что касается Европейского союза, что все-таки найдутся более прагматичные и встречные решения без санкций в отношении к России. Я оптимист. Нужно разобраться в истинных причинах проблем с Украиной. И не стесняясь называть настоящих виновников, считает депутат Европарламента. А также вести открытый диалог, в том числе и с Россией. И предложить пошаговую программу по выходу из этого кризиса. В день проведения международного форума, кстати, впервые отмечался Всемирный день городов по инициативе ООН. И глава Волгограда озвучил принципиальную идею – позиционировать город на Волге как столицу народной дипломатии. Сейчас в эпоху, когда идет некоторый раздор, именно народная дипломатия, именно общение между муниципалитетами будут показывать и говорить о том, как живет и как существует та или иная культура в разных концах мира. И Волгоград, город, который обильно палит кровью, город, который как никто знает цену мира, должен позиционировать именно вот это движение к миру, к согласию и дружелюбию. Участники форума эту мысль одобрили. В том числе и вице-президент Международной ассоциации «Породненные города». Но чтобы придать по-братимскому движению федеральный статус, нужно крепкое государственное плечо и поддержка. Даже в этот экономически сложный период. Значит, мы вместе должны сделать все возможное в федеральном центре, чтобы доказать о том, что это должно быть так, и это должно быть признано в мире. Уже одно то, что в Волгоградной комнатной добились того, что сегодня, начиная с этого года, 31 октября, объявлено Всемирным днем городов, это уже говорит о многом. Это тоже усилие Волгограда. Представители семи стран, кстати, сразу согласились участвовать в Международном форуме городов-побратимов, отметили организаторы. И эту площадку впервые испытали на прочность таким образом. Символично то, что первый Международный форум городов-побратимов и проводится в первом Международном отеле «Хэмптон-бай-Хилтон», который находится в городе-герое Волгограде. Кульминацией Международного форума стало вручение Волгограду почетного знака парламентской ассамблеи Совета Европы. Это уже третья награда города-героя в рамках его участия в конкурсе «Приз Европы». Анжелика Антипина, Максим Евсиков, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».